Доброго утречка всем! Пятница, все та же декабрьская хорошая неделя, когда у нас даже плюс 18 было. Правда не везде, но кто-то об этом постил, в Киеве было. Мы видели плюс 12. Сейчас еду за Саней, потом за Лозом и едем кататься по лесам. Так, вот и Саня. Утренний кофе, блин, вот это хорошо. Я еще и чай в термос взял, и круассанчик большой. А что ты мне не сказал взять? Я специально даже не сказал. Ты же тоже взял какую-то еду. Это мусор из Исландии еще. Меняю исландский мусор на круассан. Нет. Я на Сальсе взял одну сумочку, потому что возможно куртку надо будет сбросить. Динамо. На каждом велосипеде с багажником я сразу вешаю стропу, потому что как и в прошлый раз с новой почтой. Ну вдруг надо будет что-то повесить, и при помощи стропы это можно сделать. Сзади пока что у меня света нет от Динамо, поэтому здесь обычная мигалка. Но выглядит вообще эпично. Велосипед? Очень. Тебе нравится, да? Все этим ранним утром, когда дети идут в школу, и я им реально сочувствую. Я уже, наверное, говорил об этом, но я помню те времена, когда я ходил в школу, мне не нравилось. Родители говорили, запоминай, потому что потом будешь вспоминать эти времена и хотеть в них вернуться. Какие времена? Школьные. Я не хочу. Я тоже не хочу. Оскар, если ты смотрел это видео, папа шутит. А ты прогуливал в школу? Серьезно? Ну я не то, что прогуливал, я говорил учителям, в лицо подходил и говорил, я пошел. То есть у нас такие отношения были. Я прогулял в школу один раз. За 11 лет учебы. Ты? Один раз прогулял в школу, да. Я не отличник, ну типа я и не хорошист, то есть где-то до хорошиста. Я был типа способный пацан, но я никогда не прогуливал в школу. Чего-то никогда бы не подумал. Знаешь, какая суть финиш этой истории? Я решил все-таки прогулять в школу. Ну там уже был 9 класс, все прогуливали в школу. И я такой типа, ну блин, всех прогуливать я не прогуливаю. Я нашел своего там одного чувака, который постоянно прогуливал, он типа знал как что, типа разбирался. Я подходил, говорю, Димон, говорю, я завтра с тобой типа на компы. Ты же на компы типа идешь, да. И мы в клуб пошли на компьютеры играть, в компьютер, все дела. Все, просто, вот прошел день. У меня батя был в школе два раза. Два раза. И один из них, он прячал мимо, он решил завести деньги на экскурсии. Единственный раз, когда я решил в школу прогулять. Я прихожу домой, а мне мама, ну как в школе? И я такой, отлично, из-под кровати, скакалку только. И как давай меня выбивать. Заниматься, да? Как давай меня выбивать. От кроспителей тебя. Мне так обидно было. Все прогуливали в школу, я один раз решил прогулять и таких получил. Все, поехали к Озику. Поехали. Мощный человек приехал. Добрый вечер. Здорово. Тебе не нравится, что он грязный? Ну вообще капец. Так это же туринг-говномес. Я думаю, что человек просто не моет свой велосипед. Возможно. Вот такой же задний свет будет и у меня стоять. Тоже супер нова. Все, собрались. Я даже уже и подмерзнуть успел. И выдвигаемся в лес. 20 декабря. Я хотел бы, чтобы каждый год 20 декабря было вот так. И вообще, чтобы весь декабрь каждый год был вот такой. Тебе нравится? Мы почти в Турции на самом деле уже. А ты снег любишь? Смех, ну вот на этом велики люблю. А до него не любил. Саня, а ты? Такая система. Пока сетта не было. Хотя нет, я всегда от него люблю. Саня мне на секунде крутую рубашку отхватил. Зацените. Тепленькая. Как раз для вельчика. Именно для сальсы. Мы уже километров пять от трассы по лесу отъехали. И только что целую серию оленей видели. Штуки 3-4 бэмби убежала. Вон бэмби. Смотри, смотри. Офигеть, смотрите. Еда. Вообще, я такого еще не видел здесь. Чувак, олень и стейк так близко был. На всякий случай, чтобы вы не думали, я бы не завалил этих малышей. Я очень добрый человек. Просто олень и мясо действительно самое вкусное в мире, если что. Саня, ну как? Нормально, но мне кажется, что мой beautiful велосипед говорит мне, чувак, куда ты меня привез? Что я здесь делаю? А мне мой как раз начинает нравиться здесь. А тебе твой как раз скоро начнет нравиться. Все, что вам надо знать про этот декабрь. Вот. И вот. Вот это огонь. Нормально? Да. Идет, гребет. Идем. Да что тебя направо подворачивает? Может, у тебя седло не так стоит, не? Саня меня пристыдил, говорит, а что это ты ничего не говоришь, не показываешь? Просто прости, я начинаю. У меня просто в ушах обычно уже гул стоит. Здравствуйте, сегодня я хочу вам показать, поехать. Сегодня мы едим туда. А сегодня тишина, знаешь, и на уши давит. Я так. Шумоподавление, да? Да. Мы выехали в Горинку. Это вон, на маршрутке написано. Горинка. Мы могли доехать на маршрутке, по сути. Нашли оазис, выпили кофе, я выпил два кофе. И едем в Гастомель смотреть на самолеты. Да, люди будут спрашивать, как сюда добраться. 719-е. Снимок. Сумочка зачетно выглядит, конечно. Чуть-чуть проедемся по дороге. Сейчас едем в сторону Гастомеля. Если найдем аэродром, я думаю, мы его найдем, то посмотрим на самолетики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коллеги, это аэродром Антонова. Куда зайдем? Да, можешь даже полетать, если хочешь. Если в заборе дырку не заделали, то тогда можно будет зайти. Соответственно, мы снова ищем дырку. Саня, но остается открытый вопрос. Где дырка? Я пойду искать. Мы сейчас и дальше заедем. Может, там еще есть дырка. Но я вижу, здесь есть такой подъемчик, на который можно взобраться. И хотя бы посмотреть, что там внутри. Что-то мне кажется, что именно дырку заделали. Самбики стоят. Мари не видел, как и в прошлый раз. В прошлый раз, позапрошлой зимой мы с Андрюхой ездили. И он даже туда залазил. Лазил по взлетке. Я это, конечно же, в видео не вставлял. Мы только сидели на заборе. Потому что потом нас могли бы чпокнуть за такое. А так, видео нет, ничего нет. И я просто шучу. Дырка найдена. Но молодцы, покращение в стране. Колючую проволоку на государственном объекте. Я бы сказал, стратегическом объекте. Повесили. Потому что вот здесь мы сидели в прошлый раз. А вот это аэродром. Там вон пожарочки стоят. А там самолеты настоящие. Что делаешь? Дядя. Чувак, мы проехали 40 километров, чтобы за колючки посмотреть на аэродром. Да, тебе нравится? Я в этой рубашке чувствую себя настоящим фермером. И это вдвойне приятно, когда едешь по вот этим угодьям всяким, где как раз таки культуры и выращивают. Давайте поможем, кстати, Олзу определиться. Менять свой сурли на ассальсу, как у меня. Очень сложный выбор. Хочется в дальнейшем делать некоторые манипуляции, о которых, наверное, Саня рассказывал. А может и не рассказывал, а потом и расскажет. Ну, ремень, ну скажи. Да, да, ремень. Но есть одна проблема. Потому что эта рама имеет не разрезное перо. А разрезать его у нас в Украине умельцев просто нет. Так, ну что, на самолеты мы посмотрели. Едем смотреть на заброшенную усадьбу чью-то. Насколько офигенно ехать в теплых ботинках контактных. Причем вообще не мерзнут ноги. Так комфортно. Ну, почти угадал. Давай-давай, усотри как. И футбайк не нужен. Как лихотняшек. На самом деле я их всех веду к бабушке огород копать. Они думают, что там какое-то заброшенное здание. А нет. Там только плуг и картошка. Сань, готов покопать? Главное это городских жуков не собирать. Ненавижу. Руины имения семьи Остен Сакен. Вот. Надо припарковать велосипед, но я все, я не смогу. Ой, не выедешься, заезжай. Хрена. А что тут тяжелое? А ну давай. У него была какая-то тактика. И он ее придерживался. Мне кажется, надо передачу пониже. Страшно, что я туда не выстегнусь и упаду. Ну ладно, я еще раз попробую. Давай! Ну были все шансы. Давай, 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 давай! И второй! Давай, давай! А в реке как ему сейчас, да, внутри? Как ему? Сейчас обидно. А ну давай, Саня. Давай! И... Ребят, ребят, у меня к вам вопрос. Подождите, пожалуйста. Мы проехали 43 километра для того, чтобы найти эти ступеньки. И заехать. И попытаться на них заехать? Да! Ну, теперь вы посвящены в BMX-ры практически. Они так и делают. Они ездят хрен знает куда, чтобы найти... Меня посвятили, но... Но мне это нравится, да! Короче, это усадьба. Смотрим на усадьбу. Ты снимаешь красивые планчики. Ну. И мы едем назад. Да, ну не назад, а лесами-лесами. Ну, сначала покажем людям усадьбу. Шикарный просто день. И нам еще около 50 километров. Ну, наверное, 40 точно. Саня решил прилечь отдохнуть. Я бы, конечно, тебе руку подал, но надо снимать. Может, 2,5? Я думаю, что нам еще не 2,5, а где-то 33,6. Я говорю 2,5 про вот это вот. Я понимаю, о чем ты говоришь. Хотел бы немножечко обрисовать ситуацию. Мы находимся в лесу, непонятно где, без интернета. И я только что выключил навигацию. Как дела? Новую я построить не могу. А, забыл. Еще скоро стемнеет. И у нас нет еды и воды. Это когда человек уже сходит с ума. У него почему-то дорога сделана из говна. Из говна. Идет дорога домой меня. А! Из говна. Из говна. Из дорога меня. Мне кажется, наш Санька сломался. Несите нового. Как же далеко мы заехали. Заехали. Очень далеко. Я не могу понять, зачем мы так далеко заехали. Но теперь я понимаю, потому что мы искали дорогу из говна. Дорогу из говна. Дорогу из говна, которая приведет домой меня. Все, полка. А-а-а! Я сегодня козову. Полка! Собаки реально разберутся. Все собаки уже по кустам запрятались. Мне кажется, мне тоже пора в кусты. Саня, собака спереди. Смотри, смотри. Смотри, готовится. Смотри, смотри. Вот пес. Блин, здоровый. Че смотришь? Че смотришь? Хочешь укусить? Сань, я за тебя еду. Смотри, укуси, Сань. Укуси. Тут дурная собака, не кусючая. Выехали на асфальт. И это прям хорошо. Пришло время кофе-брейка. Вот. Мой обед. Пицца. Кофе. Может еще десерт, потом куплю. Я не решил. И в дорогу до реку. Ты меня, а в твою путь шоу. Заехали в Бучу. Тут парк. Большой, красивый, с подсветкой, со статуями и с велодорожкой. За сегодня уже 76 километров. Осталось всего 15 по лесу. Ну шо, как вы? Ну нормально. Какой-то у тебя... У Сани спорт режим. Еееет! Юня сказал нет! Вот я не заехал в горку, потому что начал просто крутиться на месте. Смотрите, это лысая резина. А это протектор. Вот так вот выглядит правильная резина для фрода. Я сейчас выяснил, что у нас покатушка тех, кому за 30. Финишируем на око. Как всегда, надо себя порадовать хот-догом и кофе. Доктор Пеппер, это ж классика. Танька, на. Ооо. Да. Пеппер. Да. Отличный тем. Ну шо, а как? Вкусно. А пеппер как тебе? Пеппер вкусный. Ты не пробовал до этого? Нет. Скажи офигенный. Давайте будем заканчивать потихонечку. На этой радостной ноте. Мы проехали 90 километров. 90? Ну, мы с тобой 90, а ООС проедет где-то 120-130. Я желаю удачи тебе. Приятного наедать с этим вещами и ехать. Я скажу. Давай. Нормально. Вот сегодня вообще не устал. Вот после того, как мы проехали в Трахтимирию 100, я тогда сдох. Сейчас как-то нормально. Единственное, ну вот велик, велик тупо шикарный. Ну да. Не могу с ним не нарадоваться. Ну, просто как-то. Даже вот по тем, ну это не говно, но песок. Ну да, да. Тоже нормально. Местами ты видел, я пешком шел, но все равно. Я не ожидал, что прям так на нем ездил. Не, очень хорошо. И на ступеньки заехал. Мне понравилось. Очень круто катнули. По поводу менять ли на сальсу я пока не понял. Потому что у Сани резина 2,15, а не 2,5. И не зубатая, самое главное, она лысая. И она лысая, да. Вот когда Саня поставит себе зубатую резину, как положено, и мы что-то подобное поедем, тогда уже будет понятно, есть смысл или нет. Я ехал везде. Ну да, да. Я ехал везде, но по асфальту немного приходилось подвкручивать, догонять Саню, потому что он едет как мастер спорта. Нет, ну я еще не мастер спорта, но я еду быстро достаточно. Да, я согласен с тобой. Песнями нормально все? Ты еще с нами можешь кататься? Песни, чувак, альбом надо писать. Продюсер какой-то обратится и скажет, я хочу вашего пацана сделать звездой. Нет, нет, нет. Саня, песни шикарные, я бы тоже спел, но две причины, по которым я не пел. Первое, мне слон на ухо наступил. Второе, я ругаюсь нехорошими словами, когда пою песни. Они все очень плохие. Я могу тебя научить. Я все-таки, у меня здесь дар. Давай заканчивать. Начинается уже как всегда. Все, всем взят. Да, да, да. Мы, короче, поехали париться в баньку. Спасибо всем. Спасибо тебе за то, что стал нам компанию. Пока. Да. Скажи пока. Нет, я не понял суть этого видео. К чему оно все? Вот сегодня, что это было вообще? Мы ехали на аэропорт какой-то, аэродром. Потом мы заехали к этим ступенькам. Что сегодня происходило? Ты можешь мне объяснить? Куда ты меня повез? Мы веселились, радовались жизни. Да? На самом деле, мы ехали к этим ступенькам, но не говорили Сане, что ему нужно будет эту ачивку взять. Просто я в следующий раз с вами не поеду. Просто пацанам за 30 надо уже придумывать себе такие вот развлечения. Очень весело. Очень. Ребята, очень весело. Все, скажи пока. Все, не может распрощаться с друзьями. Нет ты, Клоди, нет ты. Нет ты, первый. Нет ты. Пока. Всем пока.